В плеяду основоположников литературы казахского народа входит и имя нашего земляка Бибета Майлина. Природа не поскупилась наделить этого человека веселой жизненной силой и неизбывной добротой. К нему рано пришло понимание того, что в каждой душе звучит своя музыка. А творчество начинается как робкая догадка, что эта музыка может послужить еще кому-то. Его настоящее имя Бимагомбет. Родился он 15 ноября 1894 года в урочище Актубе Домбарской области Тургайского края. Сейчас район имени Бимагомбета Майлина Костанайской области. Рано осиротел. Мальчику было два года, когда он лишился отца. Затем не стало и матери. Воспитывался он у бабушки по линии отца Бойда Саже, где часто, в общем-то, за небогатым дастарханом собирались народные жерше сказители героических эпосов. Гордость за предков и умение выразить свою мысль красиво, доступно и четко у будущего блистательного литератора отчасти зародилась оттуда, с вечеров в бабушкином доме. Да и сама Бойда Саже не была лишена литературных талантов. Моя бабушка, пристрастившая меня к чтению, очень любила стихи, вспоминал Майлин. Порою, с улыбкой глядя на меня, она говорила «Айна Лаин, в твоё отсутствие я сочинила песенку». В грамоте Беймбет обучался у аульного мулы и учителя татарина. В 1911 году поступил в мусульманскую школу мидресе Аргмебаева. Весной 1914 года, успешно окончив троицкую школу у Асифа, юноша поступает в мидресе Халья в Уфе, считавшееся высшим учебным заведением. Беймбет Майлин получил неплохое для тех времён образование. Одно то, что помимо родного казахского он владел татарским, башкирским, киргизским, русским, узбекским, уйгурским языками, говорит о многом. Из-за отсутствия средств на обучение через полгода Беймбет возвращается в родной аул, где учительствует несколько лет к ряду. В нём интуитивно, а со временем всё осознанней определяется главная цель его жизни — служить духовному возрождению родного народа. Этому способствовали и дружба с видными казахскими прогрессивными деятелями, Мухаммеджаном Сираллиным, Султанмахмутом Турагыровым, и чтение книг башкирских и татарских писателей, со многими из которых Беймбет познакомился в Уфе, Ибрагимов, Гафури, Худаш, и огромный интерес к русской литературе, произведениям Крылова, Гоголя, Толстого, Чехова. В 1913 году в казахском рукописном журнале «Садак» «Лук», выпускаемом студентами Медресея в Уфе, появляется первая публикация Беймбета Майлина — стихотворение «Черты мусульманина». Позже, за два года до революции, публикуют зрелое произведение — «Повесть. Памятник Шуги», которую он сам скромно называет «Ангме» — рассказ. На деле же это была первая повесть о трагической гибели девушки, ставшей жертвой старых обычаев. Майлину была свойственна удивительная скромность и мучительная требовательность к себе. Было ему в ту пору всего 20 лет. Начиная с 1914 года, произведения талантливого его юноши печатаются на страницах газет и журналов, издаваемых в Оренбурге, Казани, Ташкенте. История творилась на глазах, и Беймбет оказался ее талантливым свидетелем. Вспыхнуло восстание 1916 года. Поэт приветствует поднявшихся на борьбу. «Куда же вы? Куда? По коням! Замкните все! Не время для разоброда!» Затем февральская революция, октябрь. Беймбет Майлин увидел революцию во всем величии. Он стал певцом ее победы. И в каждом новом произведении бьется молодое, талантливое, честное сердце поэта. Стихотворение «С праздником! Бедняку! Аул цветет, и мы цветем!» С установлением советской власти в Тургайской степи, аульный учитель Беймбет возглавляет земельный отдел, назначается инспектором по просвещению в Домбарской власти, заведующим отделом народного образования края. Неутомим пахарем принимается возделывать свое писательское поле, скачет по ходным строю в отряде чрезвычайного комиссара степного края Алиби Джангильдина, печалится печалями народа, самозаввенно веселится, высмеивая обычаи и обряды прошлого. Одним из первых берется за воспитание культуры у молодого поколения. В 1922 году выходит первая книга Беймбета Майлина, а в творчестве его впервые появляется образ всенародного любимца Мархамбая, имя которого стало налицательным. Отныне Мархамбай – главный герой целого поэтического цикла, в котором автор прослеживает рост и становление вышедшего из самых глубин казахской бедноты представителя народа. «Все свои сюжеты Майлин брал из жизни. Я не умею писать о том, чего хорошо не знаю», – говорил он. В поэзии Майлина слились воедино лирика, публицистика, документ. Он мастер маленьких поэм – маржан, раздел, сагандых и других, посвященных по преимуществу казахской женщине, ее безрадостному прошлому, борьбу за лучшую долю, духовному и культурному росту. Но наиболее яркий его талант проявился в жанре короткого рассказа – новеллы, повести. Крупные проблемы решал писатель в небольших по объему произведениях. В его книгах – россыпи портретных зарисовок, великолепные образы, глубоко реалистичные картины противоречия переходного периода, борьбы с националистической идеологией. Бейбет Майлин пишет летопись аулов времен Гражданской войны, коллективизации, индустриализации первых пятилеток. И главный его герой – это народ. Бейбет Майлин всегда был перегружен работой, полон замыслов и не умел уставать. Параллельно с Майлиным прозаиком неутомимо трудится Майлин-журналист. С 1923 года он работает в областных республиканских газетах. Нет ни одного альманаха, журнала, к которому Бейбет Майлин не имел прямого отношения. В 1934 году Майлина назначают главным редактором газеты «Хазах Адебиеты». В эти же годы он вместе с Акеном Суифулиным и Ильясом Жансугуровым основывает союз писателей Казахстана. Один за другим выходят в это время сборники его очерков, а также и филитоны, высмеивающие лентяев. При жизни Бейбета Майлина было издано около 40 его книг. В 1933-1936 годах вышло в свет четырехтомное собрание сочинений. В это же время немалый вклад внес он в дело создания первых школьных учебников. В республике создается национальный театр, и Бейбет Майлин работает над его репертуаром. Появлением жанра комедии казахская драматургия во многом обязана ему. «Каламкас», «Обманутый» — это первые комедии Бейбета Майлина, вскоре появляются и «Мулашаншар», «Аульная школа». В эти же годы он завершил работу над оперным либретто «Дударай». Перу его принадлежат около 250 поэтических, более ста прозаических, два десятка драматургических произведений. За свою недолгую жизнь Бейбет Майлин описал и издал свыше 40 книг. Однако его художественное наследие было тоже репрессировано, закрыто до 1958 года. Преследовали даже поклонников его творчества, тех, кто осмеливался читать рассказы Майлина о постигшем казахов страшном голоде 30-х годов. Их ссылали. Он создал бы еще много ценных произведений, если бы его не обвинили в контрреволюционной, буржуазно-националистической и террористической деятельности. Майлин был репрессирован и расстрелян. Все творчество Беймбета Майлина – это грандиозное по масштабности жизненное полотно, в котором важно каждое слово. Это цельная, неразрывная историческая книга, навсегда оставшаяся в сердце народном. И писал ее Беймбет Майлин, потому что родился в эпоху Великого Перелома, был талантлив и чист душой. Он так понимал, жизнь человека – это главное произведение его духа. В октябре 1937 года Беймбет Майлин был арестован из-за выдуманных обвинений. Расстрелян как враг народа 26 февраля 1938 года. В те страшные годы репрессиям подвергались лучшие представители казахской интеллигенции, в том числе и занимавшие достаточно высокие посты и имевшие заслуги перед страной. Как выяснилось позднее, большинство всех дел, заведенных на казахских политиков, писателей и других талантливых людей того времени, были сфабрикованы. На самом деле, власти хотели уничтожить тех, кто пытался отстаивать интересы казахского народа, открыто говорил о перегибах и злоупотреблениях со стороны правящей верхушки. Нужно было устранить тех, кто выступал против форсированного проведения коллективизации, которая привела к гибели миллионов казахов от голода. Для увековечивания памяти писателя Тарановский район у нас был переименован в район имени Беймбета Майлина. Также в селе Айет есть памятник, школа, музей и улица имени писателя. Есть улица Майлина и в городе Костанае. На привокзальной площади областного центра установлен памятник. На здании редакции газеты Костанай Танны мемориальная доска. Союз писателей Казахстана за достижения в литературе присваивают премию имени Беймбета Майлина. Продолжение следует...